Доброго дня! Вы смотрите программу о животных «Хочу домой» на телеканале Самарегис. Мы рассказываем о собаках и кошках. И замечу о других животных, которые не имеют своего дома или находятся на временной передержке у волонтеров или в приютах. И гость студии начальник отдела по благоустройству, озеленению департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Самары Леонид Югаев. Здравствуйте. Правильно все? Да, здравствуйте. Давно вы у нас не были. В последний раз вы были год назад. И есть у меня вопрос, ну, какова обстановка сейчас у нас в городе? Вы как ответственное лицо, думаю, получите от вас исчерпывающую информацию. Ну, хочется сказать, что у нас уже третий год идет реализация мероприятий, связанных с регулированием численности безнадзорных животных, или, как сейчас называют, животных без владельцев методом ОСВВ, то есть отостеризация, возврат и вакцинация. Результаты реализации данной программы или мероприятий у нас отслеживаются посредством мониторингов, то есть изучив опыт других регионов, где у нас началось применение данного метода еще до 2020 года, показывал, что, как правило, в первые годы отмечался рост численности безнадзорных животных. И впоследствии уже где-то на третий-четвертый год наблюдаются тенденции на снижение. Вот по данным мониторинга, проведенного в начале 2022 года, отмечено и в Самаре незначительное снижение на 6,5%. Это не так много, но хотя бы уже есть, скажем так, тенденция на уменьшение популяции. Ну, то есть я так понимаю, что численность немножко останавливается, или, по крайней мере, остановилось количество, то есть прирост. Да, то есть прирост где-то, наверное, дошел до какой-то константы, и, соответственно, сейчас идет небольшое уменьшение. Ну, мы рассчитываем на то, что уже начался переломный момент, и идет небольшая тенденция на снижение численности. Если у нас за аналогичный период 2021 года численность популяции собак без владельцев стоял где-то 8,5 тысяч животных, то в начале этого года уже 7800, например. Ну, опять же, эти цифры, скажем так, это условные цифры. Многие люди, меня спрашивают, да, меня спрашивают, как вы считаете этих собак и животных? Существуют определенные методики в биологии, позволяющие производить учеты не только собак, а любых животных, и птиц, и земноводных, и так далее. Метод бывает двух видов, ну, или несколько других видов еще есть. Это либо площадной метод, он более подробный, когда берется площадка определенного размера, и проходит учетчик, который фиксирует тех животных, которых он встретил, либо которые попали в зону его видимости, либо какие-то следы животных, и потом, беря площадь данной учеты площадки, делается средняя, скажем так, какая-то цифра численности. Существует линейный метод, это когда есть определенный маршрут, километраж, и точно так же идет учетчик и смотрит всех животных, которые попадают ему в поле зрения. У нас применяется площадной метод, причем у нас уже более, наверное, 15 лет ведется такое наблюдение, поэтому данные о динамике, изменении численности мы владеем. А вы все-таки, скажите, довольно-таки часто мне задают вопрос именно люди, которые помнят еще старые способы и методы отлова животных, и, скажем так, их умерщвления. Все-таки с тех пор, как прекратили умерщвлять собаку таким жестоким способом, как это было раньше, в 95-2000-х годах, получается, ну, наверное, после 2008 года все-таки, да, получается, количество и прирост животных, собака-кошка, стало расти. И в годах, когда проводился безвозвратный АТО, в тоже рост численности наблюдался, но он достигал определенной, скажем так, плато, и какое-то время он находился на определенной отметке. Как только начал применяться метод возврата животных, стерилизованных городской среды, как я уже говорил, это обычная, скажем так, практика, обычное явление, когда животное возвращается в городскую среду, то, соответственно, численность начинает расти. Но, опять же, все зависит от того, насколько этим животным комфортно в городе. То есть, если есть источник питания, если есть укрытие, если есть люди, которые этих животных как-то опекают, то, соответственно, животные находятся в комфортных условиях, они могут образовывать некие группы, постоянно держаться на какой-то определенной территории и так далее. Либо, если эти условия им чем-то не устраивают, то они могут перемещаться, эмигрировать в более комфортные для них места. Поэтому иногда и наблюдается перемещение вот по городу стаи собак. То есть, на основной локации, на другую локацию. Совершенно верно. То есть, из менее комфортной среды они пытаются переместиться в более комфортную среду. То есть, условно говоря, они жили, скажем, в центре города, в каком-то заброшенном доме, дом снесли, женщина, которая их прикармливала, переехала, животным нечего стало есть, негде стало там жить, у них нет логов, и они перемещаются в поиск аналогичных комфортных условий, допустим, в соседний район. И иногда такие перемещения и попадают в поле зрения граждан. Такие звонки тоже нам поступают. За этот год, сначала с января месяца мы наблюдаем в нашей стране увеличение статистики покусов собаками людей, в том числе и детей. Ну, видимо, я так понимаю, что также отслеживая всю динамику, она то растет, то вообще снижается, то год у нас вообще практически покусов, по крайней мере, летальных нет, чтобы люди погибали. В этом году, к сожалению, очень много. Это и Якутия, и Иркутская область, и, по-моему, где-то в Краснодарский край. В этой связи сейчас, опять же, обсуждается вопрос по поводу все-таки, стоит ли возвращать животных, которые потенциально склонны к агрессии. И вот второй вопрос сейчас, опять же, в Госдуме, периодически обсуждают вопрос по поводу, как определить степень агрессивности собак и, соответственно, либо ее оставлять на пожизненное нахождение в приюте, либо эту собаку выпускать можно. То есть, ну, да, это, наверное, с первым вопросом. Ну, совершенно верно. Вы заметили, что определить, имеется ли у данного животного немотивированная агрессивность, как это называется. Да-да-да, немотивированная агрессивность. Иногда очень проблематично, даже в условиях приюта. Почему? Потому что животное после отловы испытало стресс, оно находится в неприличной для себя обстановке, в вольере, сначала в карантине, и, возможно, не одна, а несколько животных, скажем так, содержится в одном вольере. И животное, которое находится в свободных городских условиях, допустим, вело себя агрессивно в приюте за период ее содержания, которое в среднем составляет где-то 20 дней, то есть 10 дней карантина. Потом, если животное по медицинским показаниям было допущено к стерилизации, то еще послеоперационный период проходит. Ну, в общей сложности порядка 20 дней. Может не проявлять каких-то признаков вот такого поведения. Но согласно нормативным правилам актов, принятым и на федеральном уровне, и на уровне Самарской области, животное должно находиться под наблюдением как ветеринарного специалиста, так и сотрудников приюта, которые должны как бы своевременно выявлять подобные вот отклонения в поведении данного животного. И выпуск таких животных не допускается. Даже после стерилизации они остаются на пожизненном содержании. К сожалению, какой-то конкретной методики в данный момент не существует. То есть это нужен большой опыт именно тех людей, именно тех сотрудников, которые работают в приюте, для того, чтобы сделать этот вывод. Ну, или, наверное, те же самые инструкторы, которые работают в системе РКФ Российской кинологической федерации. Совершенно верно. Есть и зоопсихологи, и кинологи, которые по каким-то своим знаниям могут этот фактор определить, и заранее предвидеть. Вынужден прервать нашу беседу, потому что у нас уже время, время смотреть видеовизитки. Двум собакам и двум кошкам нужен новый дом. Пожалуйста, посмотрите внимательно. Может, вам понравится кошка или собака? Еще раз обращаю внимание, что если вы берете собаку, советую обратиться все-таки к кинологам, чтобы пройти элементарное воспитание или дрессировку собаки. Никогда собака не будет умной, если с ней не заниматься. Как, впрочем, и с кошкой тоже. Обратите внимание на эту собаку. Ей ищут нового ответственного владельца. Зовут Юки, ей около двух с половиной лет. Подобрали почти в щенячьем возрасте. А затем Ирине пришлось собаку отдать в приют. Но там Юки сильно заболела, и через месяц Ирина снова забрала ее домой. Но собака очень хорошая, красивая, умная. И мне очень хочется, чтобы она обрела семью. То есть, потому что все-таки приют, это, ну, не для нее. Девочка очень коммуникабельная, очень ласковая, любит играть. Обратите внимание и заберите домой собаку по кличке Юки. Она станет вашим надежным другом по жизни. Обращаться в 8-917-104-4601. Это молодая задорная кошка, которая любит людей и совершенно не боится их. Зовут ее Габи. Жила котенка в одном из дворов недалеко от зоосалона. Жители уговорили забрать ее в салон. Сейчас ей ищут ответственного доброго владельца. И сотрудники приюта надеются, что после этого эфира ее заберут домой. Это, пожалуй, самая социальная кошка в нашем стационаре. Она потрясающе ладит с собаками, с приходящими клиентами, с другими кошками. Обожает общение. Очень направлена на человека. Чудесная кошка. Кошка Габиен готова уйти из зоосалона домой прямо сейчас. Она стерилизована и приучена к лотку. Обратите на нее внимание и позвоните по телефону 231-401. Заберите кошку домой, и она станет вашим лучшим другом и талисманом удачи. Позвоните по телефону 231-40-80. Этому щенку сейчас около пяти месяцев. Мама Далматин, папа дворянской неизвестной породы. Так получилось, что домашняя собака Далматин случайно выскочила из дачи и нашла себе кавалера. И получились вот такие щенки. Несколько удалось пристроить, а этому пока не повезло. Зовут его Пушистый или просто Пух. Очень быстро адаптируется, он очень дружелюбный. Он растет с детьми, с котом, к животным он хорошо относится. Вот. Ну, не конфликтный абсолютно пес. Его можно держать, вот видите, вообще размер собаки можно понять по размеру лапы. Вот у него не очень большая лапа, в отличие от нашей собаки. То есть он большой, не вырастет, его можно держать в квартире. Владец щенка Пух очень надеется, что кто-нибудь обратит внимание на щенка и заберет его в новый дом или в квартиру. Пушистик обязательно станет вам верным и преданным другом. Заберите щенка домой. Обращаться по телефону 8 937 201 81 66. Любителям кошек с необычным окрасом и голубыми глазами обратите внимание. Это Маруся. Ей около двух с половиной лет. Нашли ее 29 декабря 2019 года возле одного из супермаркетов. Так сказать, стала новогодним подарком. Кошка очень красивая, очень контактная. Я думаю, что если так, она сейчас живет в большой семье, то есть тут много кошек, но в принципе я думаю, что если она будет одна и любимица будет в семье, то хуже ей от этого не будет. То есть если она найдет свою семью и будет там одна королевшина, то я думаю, что будет все здорово. Кошка ходит только в лоток. Вот. Все, в общем-то она такая очень чистоплотная кошка. Заберите кошку Марусю домой. Ей нужен свой владелец, добрый и отзывчивый. И тогда Маруся тоже наградит своей любовью. Обращаться. 8-917-104-46-01. Вы смотрите программу «О животных хочу домой» на телеканале «Самара Гиз». И у меня опять же вопрос гостю нашей программы. Несколько лет назад было определительно планировалось количество отловых животных. Сейчас устанавливается ли такой план? Буквально где-то, наверное, года 2-3 планировали. Мы отловим там 2 тысячи, там 300 собак, условно говоря. Сейчас вы ставите перед собой какие-то такие задачи? Либо все-таки примерно или приблизительно? Или вообще не ставите? Данная задача, как вы замечаете, ставится условиями соглашения, которые заключает администрация городского округа с департаментом ветеринарии Самарской области. Это соглашение заключается на предоставлении сувенций из областного бюджета, как раз на мероприятия, связанные с обращением животных без владельцев. И данные средства предусматривают соглашением определенное количество животных. На этот год заключено соглашение 2, согласно которому до конца года мы должны отловить порядка 5 тысяч животных. То есть изначально было соглашение на 4 тысячи и есть у нас сейчас дополнительное соглашение еще на тысячу животных. Вот у меня в этой связи сейчас вопрос возник. Скажите, сейчас на данный момент по Самарской области или конкретно по нашему Самарскому округу, сколько подрядных организаций, которые мы и правили, которые могут отлавливать собаки, и они за это получают бюджетные деньги? Подрядные организации у нас определяются по итогам конкурсов, то есть аукционы проводятся. У нас уже сейчас есть два муниципальных контракта заключенных с ООО «Добрые люди», которые имеют приют в Козелках. Эти контракты действующие, то есть они еще не завершены, они будут действовать до конца этого года. И буквально 3 октября прошел еще один муниципальный контракт, как раз для связанности с выделением дополнительных сувенций из областного бюджета. Победителем стал приют Хати, то есть, соответственно, у нас круг участников расширяется, то есть это не только один у нас подрядчик, теперь у нас будет их два. Соответственно, ну и соответствующие базы, куда они могут отходить собаки. То есть это дополнительный приют, это дополнительные места содержания животных. То есть известно, что приют, его потенциал не, как сказать, невелик. Невелик, да, то есть он не может принять все количество животных, которые отлавливаются, поэтому, соответственно, необходимо и другие приюты привлекать к этому вопросу. Но конкурс является свободным, в нем может участвовать любая организация, которая имеет соответствующий опыт работы, имеет приют, где может содержать этих животных, поэтому участие в конкурсе открытое. Предлагаю прорываться и посмотреть сюжет о женщине, которая как-то неожиданно для себя стала, как называют таких людей, зооволонтером или просто человеком от души, болеющим за судьбу брошенных животных. Небольшой дачный участок и такой же совсем крохотный вольер, покрытый толстой целлофановой пленкой от ветра и дождя, в котором живут 8 собак. Для большинства четвероногих это временное пристанище, пока не найдется новый дом и свой хозяин. Ирину Чустковскую знают все соседи вокруг ее участка. Кто-то сопереживает за ее собак, иные ругаются и говорят, зачем тебе это нужно. А началось ее увлечение лет 8 назад. В 16-м году мне дочь принесла вот этого маленького щенка. У меня до этого был просто кот. Но я всегда любила животных, всегда мне это очень нравилось. Я иногда бывала и подбирала кого-то, но это так вот, прям было, ну, один, там, например, кого-то подберу, отдам. Этому псу сейчас около 8 лет. Назвали его Арчи. Ирина души не чает в нем. Но потом стало жалко ей еще щенка. И еще, и еще. Потом начали мне друзья приносить и говорить, что нашли собаку, нужно пристроить. Вот. Потом я сама подбирала. Потом, ну, в общем, короче, со всех мест стекались кошки и собаки. Но началось все вот с этого, с этого пса. Находила взрослых собак или щенков и как-то активно получалось их определить по друзьям, знакомым и через социальные сети. На фоне своего влечения познакомилась и подружилась с людьми, единомышленниками. Помогали не только пристраивать, но и лечить уличных собак. Вот, например, дочь мне из рубежки привезла собаку, овчарку. У нее был рак. И мы собирали с девчонками, ну, друзьями деньги на операцию и потом пристроили эту собаку. Ну, я не знаю, я не боюсь цифры говорить, но достаточно много собак я и кошек пристроила за это время. Вот, в общем-то, друзья мне помогают, кто знает, чем я занимаюсь. Ну, это, наверное, стало вот из хобби перерастать во что-то другое, потому что на самом деле их очень люблю. В последнее время сложнее стало пристраивать собак. У Ирины сейчас их 9, плюс 6 кошек, которым тоже нужен свой владелец и свой дом. Слишком тяжело, да и накладно становится активно вести волонтерскую деятельность. Но это не значит, что Ирина бросит этим заниматься. Ведь любовь к животным у нее засела глубоко в душе. Ну, и еще раз обратите внимание на животных, которых пытается пристроить Ирина. И сейчас у меня очередной вопрос. Напомню, гость студии, начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии администрации городского округа Леонид Дюгаев. Когда примерно мы сможем ожидать существенного уменьшения количества собак на улицах нашего города? Это вопрос постоянно, который мне тоже задают. Ну, как я уже говорил в начале нашей встречи, опыт тех регионов, которые давно работают с методом ОСВВ, показывает, что где-то в течение 3-4 лет с начала реализации все-таки численность держится на достаточно высоком уровне. Потом она начинает снижаться, но, опять же, для того, чтобы это произошло, необходимы определенные факторы. То есть комфортность среды, в которой находятся животные, она, скажем так, должна способствовать тому, чтобы животные, ну, как бы сказать, не образовывали больших стай, представляющих угрозу жизни жителей. То есть, соответственно, все зависит от этого. То есть если у нас будут укрытия в виде каких-то санкционированных разрушенных домов, подвальных помещений, где эти животные могут содержаться, если не будет организованная работа, скажем так, с современным вывозом отходов, которая является пищевой базой для этих животных, либо какие-то, может быть, объекты потреб рынка постоянно прикармливают какие-то свои стаи, то в таких местах могут формироваться постоянно устойчивые стаи животных. И причем не всегда они будут стопроцентно стерилизованных. И, разумеется, необходимо стерилизация как можно большего количества самок. Только в этом случае рождаемость будет снижаться, и, соответственно, это впоследствии придет к тенденции на снижение, поскольку животные будут умирать по естественным причинам и не оставляя после себя потомства. Это очень долгий путь, но законодательно он выбран как основным методом, который должен привести к снижению численности животных в городах. Зачем собак отпускать, которые, опять же, сбиваются в стаю, и они уже образуют довольно агрессивную иную растаю? Можем все-таки больше на местном уровне принять какой-то закон, что оставлять собак агрессивных или потенциально агрессивных? Или вот при отлове, когда отлавливают собак, и там же видно, какие агрессивные? Ну, мы уже с вами в начале нашей беседы говорили о том, что не всегда это можно определить даже в период содержания собаки в приюте. Есть ли у нее немотивированная агрессия, либо нет. И опять же, хочется отметить... Вот отловщики же могут это сделать? Необходимо отметить, что у нас в нормативных документах указано, что немотивированная агрессия – это проявление животным некого поведения агрессивного, которое не спровоцировано поведением человека или другим животным. То есть, по идее, это должен быть, скажем так, какой-то психологический склад вот этого самого животного, который... На уровне генетики, скажем так. На уровне генетики, либо каких-то там психологических процессов, происходящих у нее, что вот она именно проявляет такое поведение. Если животное проявляет агрессию, скажем так, в виде какой-то движущейся предмет, в виде там машины, велосипеда, либо это ее реакция на поведение человека, который пытается бросить в нее камень, либо там как-то еще что-то ее задеть, то это как бы уже является обычным поведением живого существа, который пытается себя защитить. Либо проявляет какие-то другие инстинкты, которые у него внутренне сидят. Здесь вот эти понятия надо немножко разделять в данном аспекте. Но хочу сказать, что в данный момент у нас в этом году были внесены изменения, 498-й федеральный закон об отельном обращении с животными, в честь которого на уровне местного управления, скажем, даны полномочия по определению тех мест, куда запрещено выпускать стерилизованных животных. У нас уже сейчас на уровне Самарской области есть постановление правительства Самарской области, 327-е, о порядке проведения мероприятий с животными без владельца, где уже установлено несколько таких территорий. То есть это образовательные учреждения, лечебные учреждения, детские сады, да, объекты общепита. И здесь возможно расширение данного перечня. Сейчас в департаменте ветеринарии Самарской области создана рабочая группа, в которую входят и представители администрации города, в части вот проработки данного вопроса. То есть не только в части, скажем так, определения либо расширения данных мест, но и по другим вопросам, связанным с законодательством в этой сфере. И последний вопрос. Время у нас уже, к сожалению, заканчивается. Вопрос, возможно ли регистрация всех домашних животных, собак и кошек, для того, чтобы как-то отследить, ну вот что люди безответственно относятся и выпустили свое животное в свободный угол и так далее, чтобы потом мы применяли штрафы и штрафовали таких нерадивых хозяев. И может ли такую базу создать именно на, ну, в данном случае, там, в вашей структуре? Ну, скорее всего, это, наверное, скорее всего, не на нашей структуре. Это все-таки, наверное, компетенция ветеринарных служб в создании таких баз, ведь регистрация, она и сейчас существует. То есть любой владелец животного может прийти в ветеринарную клинику и получить паспорт на животное и его зарегистрировать. А вот насчет того, обязательно оно или нет, то пока законодательно это оставляется на выбор владельца животного. Хотя практика, скажем так, регистрации животных, она дала бы положительный результат, поскольку не секрет, что популяция бездомных животных, она пополняется за счет того, что безответственный владельцы оставляют их на улице, либо то потомство, которое нежелательно появляется, либо просто животных. Вот сейчас у нас закончился летний сезон, люди уезжают с дачи, с турбаса и так далее, и много животных остается, которые жили у них в то время, и куда они? Они дальше пойдут на поиск пищи в город. Соответственно, мигрируют в город, да? Да, причем даже с правого берега Волги иногда в зимнее время собаки перемещаются в город, то есть тем самым пополняя популяцию. То есть помимо тех животных, которые рождаются, а тех, которые живут непосредственно уже в существующей популяции, есть еще и миграция извне, что как бы не совсем хорошо влияет на динамику численности. – Ну, то есть вы все-таки за регистрацию, но это, наверное, – А насчет того, насколько юридически возможно сделать ее обязательной, я не готов ответить на этот вопрос, но о том, что регистрировать животных необходимо, это бесспорно. – Спасибо большое, спасибо. Ну что же, к сожалению, мне приходится констатировать, что время нашей программы завершилось. Спасибо за интересную беседу. Ну, а мы говорим вам до свидания и берегите животных и будьте ответственными и к их содержанию и жизни. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова